Зовут меня Пономарёва Любовь Александровна, я художник. Работаю в Доме творчества, преподаю рисование. Сложно? Нет. Интересно? Да. Я ищу его. Были обстрелы города постоянно. Два с половиной месяца дети сидели в подвалах. Я должна была идти в школу, потом будет меня мама. Саша, вставай, началась война. Мы быстро выбежали на улицу, всё вокруг нас взрывалось. Над нами пролетали самолёты и вертолёты российские. Потом скинули на поле бобу. Мы всей семьёй собрались и побежали в подвал. Нам было страшно, сыро. Но мы терпели. Я приняла решение, что я буду ходить к ним. Преподавать рисование деткам в бомбоубежище. Чтобы утешить, развеселить, возвращать к жизни. В эти тяжёлые дни, когда всё гремело и полыхало, и мой ребёнок был испуган, напуган, к нам пришла Любовь Александровна. Я не могу передать первый раз, когда я опустилась туда и увидела эти несчастные перепуганные глаза детей. За это время дети сильно повзрослели, очень сильно изменились. Дети же вырисовывали свои страхи. Ребёнок изобразил взрывы вокруг зарева. Это был вообще шок у меня. Ярослав, на глазах которого взрывной волной выбило окно и мелкими осколками стекло, посекло лицо его старшей сестре. Он это видел, пережил. Сколько горя испытали эти дети. Вставала, красилась, приводила себя в порядок. Сегодня я ходила в один. Завтра я пошла в другой, послезавтра в третий. Мы пили чай, рисовали, шутили, загадки придумывали. Старались с детьми находить в себе положительное, что нас радует в жизни. И всё это вкладывать в свои работы. Искусство лечит. Однажды был обстрел в городе, сильный. Собрала я силу воли. Под канонаду приходит к нам. Я уже даже не ожидала. Меня ждут. Я бы не смогла не прийти. И мой ребёнок отвлёкся от всех этих ужасов, страхов. Нам было классно и радостно. Спасибо, Любовь Александровна, вам. Если бы не это занятие, я не знаю, что было бы с нашими детками. Здесь я изобразила Украину в виде женщины, которая, несмотря ни на что, всё равно встаёт и идёт вперёд. Мы обязательно победим. Слава, Украине! Слава!